Всем привет! В эфире самая молодёжная программа Alma Mater. И с вами мы, Варя и Дима. Первый летний выпуск мы посвятим не только студенческой жизни, но и школе. А почему? Да всё понятно. Прозвенели и последние звонки. Впереди выпускные вечера и вступительные экзамены. В общем, смотрим Alma Mater и не переключаемся. Более 16 тысяч выпускников Могилёвской области попрощались со школой. В этот трогательный и очень важный праздник вчерашние школьники строят планы, делятся надеждами. Впервые в Могилёве полторы сотни выпускников вместе станцевали прощальный вальс. Впереди у них выпускной бал и вступительные испытания. Но в этот день они в красивых нарядах беззаботно закружились в танце. Несмотря на подготовку к экзаменам, ребята целых три месяца репетировали, чтобы 30 мая пристать во всей красе. И у них это получилось на все 100%. Сейчас гулял по школе и встретил выпускников, которые только что сдали экзамены. Ребят, какой экзамен сдавали? Английский. И как? Такое. Зато по математике 9 и по белой языке тоже. И по русскому 9-9. А следующий экзамен какой? История. Ну, ребят, тогда я желаю вам удачи. Спасибо. Почти полтысячи старшеклассников Октябрьского района прошли обучение в Могилевском медицинском колледже. Акцию «Ровесник – научи ровесника» учебное заведение организует уже третий год. Будущие фельдшеры и медсестры рассказывают о том, как оказать первую медицинскую помощь при различного рода травмах, ранениях, переломах, ушибах, укусах насекомых. В будущем, вполне возможно, нашим абитуриентам это будет видно, насколько это интереснее, когда не взрослый рассказывает, а твой ровесник. Может быть, на несколько месяцев, на несколько лет старше. Но они говорят на одном языке. Это одно поколение. Роман Казаков – необычный учащийся медколледжа. Сюда он поступил, имея уже высшее историческое образование. Учаясь в магистратуре, я устроился на скорую помощь. И понимаете, вот как эти мероприятия, только это уже жизнь, это не учеба, не учебная модель, а это уже жизненная ситуация. Когда ты помогаешь людям, сталкиваешься с этим, ты понимаешь, переоцениваешь, переосмысливаешь себя и понимаешь, что вот чего тебе не хватало. Во время такой однодневной учебы-практики некоторые десятиклассники уже решили, быть им медработником или нет. Но однозначно говорят, знания до врачебной помощи не помешают. Это очень полезно, потому что это пригодится в дальнейшем. Очень важная профессия. Моя мама врач, поэтому я собираюсь пойти по ее стопам. Мне здесь очень понравилось. Здесь так радушно, душевно встретили, показали все. Вот эти вот ситуации, которые действительно могут произойти с каждым. Как поступать в себя в экстренных ситуациях, чтобы не растеряться. Ребят проинформировали, при поступлении в медколледж нужно сдать тесты по русскому или белорусскому, а также по биологии. Так что у них есть год подтянуть нужные дисциплины. А конкурс сюда большой, до восьми человек на место. Вероника Гатальская, учащаяся в Могилевского технологического колледжа, стала призером чемпионата Профмастер WorldSkills. Давайте посмотрим. Фингерфудли – это вообще фуршетные закуски. Они на один, на два укуса. Вот это вот крекер с тмином, вот это вот белая – это курица желированная, а вот это морковь с кунжутом. Ее необычные фингерфуды пришлись по вкусу международному жюри. Дуэт из муссов с горчицей на сдобной подушке с тмином. От такой вкусноты слюнки не потекут разве что у абсолютно равнодушных к еде. Именно поэтому Вероника выбрала их одной из закусок. Правда, прямо на конкурсе в блюда пришлось вносить коррективы. В черном ящике среди набора необходимых продуктов, который стал известен в день конкурса, вместо курицы, а это белый шарик, необходимо было использовать рис. И тут пришлось приложить фантазию. Всего в первый день нужно было приготовить четыре блюда за пять часов. Когда я справилась с первым, с фингерами, я уже их отдала. Я поняла, ну хоть у них все так было изящно, хорошо. Я уже понимала, что у меня всего лишь 30 минут на горячую закуску. И на горячее блюдо также по 30 минуты на подачу десерта. Там ты уже хлопочешь о том, чтобы успеть. А это, представьте, винегрет – конкурсное блюдо второго дня. Даже у такого обыденного салата есть интерпретации и авторская подача. Блюда должны были быть не просто вкусными, но и красивыми, да еще и поданы вовремя. Все отправлялось на слепую дегустацию жюри. Люди неизвестные нам, они не знают нас, и они дегустируют наше блюдо и их оценивают. В числе экспертов так необычно оценивать блюда на международном конкурсе WorldSkills от Беларуси пригласили и проректора по воспитательной работе Могилевского университета продовольствия Ольгу Мацикову. Она же национальный эксперт WorldSkills Беларусь по компетенции кулинарное искусство. Кстати, при выставлении оценок на конкурсе учитывалась даже температура подачи. Если я подавала холодное блюдо, у меня должна была температура подачи быть плюс 14, плюс 10. И это отслеживали все, конечно же. Если не совпадало, снимали за это даже баллы, вплоть до такого. В конкурентах у Вероники были молодые повара из России, Бразилии и Казахстана. И, конечно, успешное участие могилевчанки на WorldSkills среди стран СНГ – заслуга и ее преподавателей, и мастеров производственного обучения. Могилевский государственный технологический колледж третий год участвует в WorldSkills International. И успешно. Мы поинтересовались у Вероники, в чем секрет поварского мастерства. Какая-то харизма должна в человеке присутствовать. Он должен выкрутиться. Я могу отрабатывать блюдо, мне могут показать и научить, как это делать. А дальше я уже играю сама с блюдом. Нужно еще развиваться, то есть не стоять на месте. Хорошо, хорошо, но не тот еще результат, который на самом деле хочется. Хочется золота? Конечно, хочется. Кто представит Беларусь на мировом первенстве в Абудаби, пока определяет республиканская комиссия. Но мы уверены, для Вероники Гатальской звезда Мишлен еще впереди. Продолжаем гулять по школе и вспоминать самые запоминающиеся моменты, связанные с ней. А Таня Соловьева отправилась на улицы города с актуальным контрольным вопросом. Конечно же, про школу. Хотели бы вернуться ли вы в школьные годы? Наверное, да. Хотела бы одеть это красивое платье, фарточек беленький. Нет, наверное, в принципе. А почему? Ну, потому что мне сейчас комфортно, поэтому я живу тем, что есть, и в будущем. В прошлое возвращаюсь как приятное воспоминание. Не знаю, пусть лучше романтика из школьных дней останется с нами. Хорошие воспоминания, то снова сесть за партой, учить уроки. Нет, пусть лучше все идут в своей очередном. Было радостно, интересно. Даже два этого события. Платье, все такое. Помните свое платье? Помню платье свое. Красивое, пышное было, длинное, пол. У меня были отвратительные школьные годы, меня на работе устраивает. А почему вам не нравилось в школе? Ну, не знаю. Учителя, все это было так напряжно, какая-то система, которой надо следовать. Так что нет. Ну, вот в выпускной помните? Помню, тоже было ужасно. Почему? Моя мама себе просидела весь выпускной рядом со мной. Я даже не хочу это вспоминать. То есть сложно сказать, что это было грустно или весело, и то, и другое. То есть это радость, с одной стороны, это праздник, с другой стороны, так, грустно расставаться со школой, там, с периодом таким длинным в жизни. Хотелось бы вернуть из школы, потому что было свободного времени больше, так как учеба в университете, работа, очень много времени занимает, не находишь время на свои любимые занятия. Школьные годы – это незабываемое просто. Очень весело, радостно, беззаботно. А теперь очередь нашего эксперимента. Необычный вид патруля появился в Могилеве. На реке Дубровенко. Правда, что ли? Кто знает? Давай смотреть. В последнее время горожане все чаще стали нарушать правила дорожного движения и совсем не обращают внимания на установленные дорожные знаки. Первый, первый, я второй. Как слышно? Слышно, отлично. В связи с этим был создан специальный дорожно-знаковый отряд, сокращенно ДЗО. Первый, я второй, еще раз повторяю. Как видно меня? Меня видно, нет? Первый, первый. Видно, отлично. Видно, отлично. Вы видите? Вон, я вижу, что есть потенциальные нарушители. Вперед! Остановить. Вижу, вижу нарушители, я вижу. Входим со специальным батоном, которым нужно кормить, а не вот таким вот. Смотрите, со специальным батоном, чтобы они не росли. Девушки, это вам. Девушки, здесь нельзя ходить. Если вы... Тем, кому метр пятьдесят два и... Вот, пожалуйста, там вышли с превышением скорости два километра. Вы понимаете? Сколько рост у тебя? Метр пятьдесят семь. Миша, смотри, как удобно. Пять сантиметров превышение. Смотри, как удобно. Можно и самому разговорить. Рай, два, раз. Три, два, четыре. Пять сантиметров... Сколько я пошел? Превысила на пять сантиметров. Так. Так, не горбимся. Метр шестьдесят... Подожди, это ты с волосами бери. Сколько? Метр шестьдесят пять. Метр шестьдесят шесть. Какой скорости вышли? У нас нет спидометра пустить. У меня есть. Два километра в час допустимая скорость здесь, по Дубровинку. Двадцать семь сантиметров. Что видно? Вижу девочек с мобильным телефоном идут. Девочки. Мобильный телефон. Вы видели знак? Все, остановочка, пройдите, пожалуйста. Девочки, идемте сюда. Удаляй фотографии сейчас свои, да? С подружкой. Концерт Алексея Воробьева. Удаляй, он тебе не нужен. Все. Хорошо? Все, хорошо. Утки боятся, понимаете? Здесь мы разводим уток, и они боятся. Это прирост. Сейчас вот как раз они нерестят. Понимаете? В последние две недели ленты соцсетей захватили красивые школьники и школьницы. Один последний звонок чего стоит? Боюсь представить, что будет в интернете 10 июня. Пробежимся по мировой паутине с нашей рубрикой «Репост». Во всех школах Могилева прозвучали последние звонки. Радостные, красивые мальчики и девочки навсегда попрощались со школой, гимназией или лицеем. Наивные. Они думают, что самое сложное осталось позади. Теперь главное – хорошо сдать ЦТ. Пока школьники танцуют прощальный вальс, студенты вовсю сдают экзамены. А некоторые уже защищают диплом. У кого-то сессия ассоциируется с кошмарным сном, а кто-то сдаёт её налегке. Что ж, пожелаем удачи и тем, и другим. А для тех студентов, которым не хватает острых ощущений во время сессии, районная организация «Белая Русь» устроила турнир по игре «Что, где, когда». Соревновались 17 команд не только из высших и средних учебных заведений, но и работники предприятий и организаций. Лучшей стала команда Белорусско-Российского университета. Говорят, студенты – вечно голодный народ. С этим могут поспорить ребята из университета продовольствия. Например, не так давно они организовали выставку «Весеннее вдохновение». Там были представлены композиции из солёного теста. Вряд ли они съедобные, да и есть такую красоту было бы жаль. На набережной Днепра прошёл традиционный городской пикник. А куда же без могилёвских студентов? Кто-то отдыхал, а кто-то участвовал как волонтёр. Однако и те, и другие повеселились на славу. Вот такое активное открытие летнего сезона. Хочешь, чтобы именно твоя публикация попала в наш эфир? Ставь хэштег «Хочу вальмоматор». Мы всегда онлайн. Всем лайков. А мы продолжаем экспериментировать. Остановитесь, пожалуйста. Дорожно-знаковый отряд. Нет, подождите. Мне кажется, сначала ваши документы. Пожалуйста. Легко. Удостоверение. Дорожно-знаковый отряд, пожалуйста. Жабанков Михаил Викторович, главная патрульная ДЗО. Два километра в час. Вы представляете, вы ехали четыре. Потому что тишина должна. Понимаете, здесь вы в курсе, что у нас утки не рестят. Утки не рестят. А где утки? В медицинском. В Гомель где? В Витебске. В Витебске? Мы догадываемся, что утки не могут не рестить летом. А, не рестят, а не зимой. Давайте вы проезжаете, а мы вот этих молодых еще остановим. Хорошо? Два километра в час, ребят. Здесь два километра в час, не больше. Нет, проезжайте только медленнее. Ребят, ребят. Да мы лучше объедем. Здесь отдельный участок. С велосипеда слезть, спешиться, да. И немножко... Если вы просто проходите здесь, а там уже езжайте. Хорошо? Спасибо. Уважайте уточек с молоду. Катамара 0,9. Восембринг не слишком лучше, нет? Почему мы стоим на месте? Нас привязали. А на этом все. Включайте Белоручий Тремогилев, а Альма-Матер в эфире каждые две недели. И, конечно же, заходите в нашу группу ВКонтакте. Желаем всем студентам успешно сдать сессию. А школьникам хорошенько оторваться на выпускном и успешно сдать экзамены. Скоро увидимся. Пока-пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова